Снова отличный, интересный, необычный, деревянный кейс, чемодан или как хотите это называйте. Всем привет, мои дорогие зрители и еще более дорогие подписчики. Надеюсь, вы любите распаковки, потому что сегодня вас ждет именно она. А с вами, как всегда, я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Не забывайте про то, что нужно набирать 20 тысяч лайков под каждым видеороликом. Почему? Да потому что мы просто можем, потому что мы должны доказать сами себе, прежде всего, что мы можем, что мы самые лучшие. 20 тысяч лайков, а пока вы ставите лайк, я, пожалуй, поговорю вот про этот самый чемодан. Не знаю, сундук, ящик, как его правильно называть, напишите в комментариях. Дело все в том, что наверняка он опять какой-то необычный, потому что в таких, как правило, переводятся патроны, снаряды или что-то в этом духе. То есть, возможно, это что-то очень серьезное и военное, как мы с вами любим, да? Здесь была вот такая вот занавешанная проволока, но мы ее уже сняли. Это значит, что мы можем приступить к вскрытию этого самого кейса. Но традиции остаются традициями, и подписчики всегда первыми видят содержимое всех кейсов и чемоданов на канале Жизнь Е. Готовы? Три, два, один, скричь! Так, это мне уже нравится. Я прям, прям, как в воду глядел, друзья. Это явно военная тематика. Ого, смотрите, черная каска. Просто жесть. Вот, слушайте, ну это очень круто. Так, наверное, как-то так одевается, я просто ее правильно держу. Вот, как всегда, у нас с вами одна большая цель. Мы должны с вами узнать, догадаться и увидеть, кому же на самом деле принадлежал этот кейс. Наверняка это какой-то солдат военный, потому что здесь у нас есть военная каска. И еще сумка в сумке, друзья. Это мы отложим на потом. Я уже прочитал по-английски, что здесь написано. Это что-то очень крутое. Так что ни в коем случае не переключайтесь. Продолжим нашу распаковку бронежилет, друзья. Офигеть, что... Вау! Да ну! Серьезно! Смотри, смотри, смотри. Вот этого я не мог никак ожидать. Офигеть! П90! Офигеть, смотрите, даже с собой мой. Офигеть, как-как-как я дуста отсюда? Так. Ого! Да, в натуре П90, ребята, это какая-то жесть. Так, и... Круто! Просто жесть, ребята. Офигеть! Натуральный, военный. Ага, то есть получается, это не какой-то простой военный, которого мы привыкли с вами видеть, когда говорим слово солдат. Скорее всего, это какой-то спецагент американский. Кстати говоря, если вы фанатеете от всего этого, я могу вам подсказать, показать одних моих коллег, которые, ну, просто вау! Очень крутые ребята, которые занимаются страйкбольным снаряжением и всем таким прочим. Это сеть магазинов, группа ВКонтакте, да и целое сообщество под названием Форрс. Они продают самое классное и самое интересное страйкбольное оборудование. Ну, в общем, вообще любое. Также они устраивают различные чемпионаты и ведут классную группу ВКонтакте. Также у них есть свой веб-сайт, где больше подробной информации, различные локации для арен, ну и, в принципе, тоже очень сильное сообщество. Я рекомендую вам к нему присоединиться, если вы любите военную тематику и тоже хотели бы когда-нибудь себе приобрести страйкбольную пушку. Так что, если вы такой же большой фанат всей этой тематики, как я, очень рекомендую. По ссылке в описании вся подробная информация есть. Обязательно вступите к ним в группу, им будет очень приятно, да и мне тоже. Так, ну, смотрите. На самом деле, я прочитал, что здесь находится. Это так называемый MRE. По-английски означает meal ready to eat individual. То есть, это не что иное, как ИРП, индивидуальный рацион питания. Ребята, у нас уже был такой видеоролик. Вот здесь вы можете посмотреть, если кто не смотрел, мало ли. Там мы обозревали ИРП нашей армии России. Это, получается, не что иное, как Department of Defense United States of America. То есть, это точно такой же ИРП, который у нас был в России. Ну, вот таким ИРП питаются американские солдаты. Ну что, я сейчас надену для себя снаряжение американского воина. И мы распакуем его, посмотрим, что у нас там внутри. Так, ну что ж. Прежде всего, это у нас такой пакетик. Ладно, давайте этот видеоролик построим на сравнении, как бы, друзья. На сравнении вот этого самого американского ИРП с нашим русским. Так что, если вы не смотрели тот ролик, обязательно посмотрите, чтобы понимать, о чем идет речь. Во-первых, материал. То есть, тот у нас картонный, это какой-то резиновый. Ну и по размерам, если честно, он намного меньше. Хотя, на самом деле, не знаю, здесь написано то, что это какой-то vegetable crumble sauce. И, не знаю, vegetable... Может быть, это вообще какой-то солдат-вегетарианец. Vegetable, значит, овощи. Да уж. Ладно, фиг с ним. Будем вскрывать и смотреть. Сравнивать и так далее. И вообще, мне кажется, по размерам, по объемам, кажется, что... Вот как-то... Ну, тут написано... Preble seal. Я не знаю, что это значит. А, вот. Идет в спуте. О, о, красиво. Интересно. Ну, тут, конечно, плюс. В упаковке плюс. Она хоть и меньше, не такая прикольная, как наша. Но плюс в том, что она не промокнет, скорее всего. Здесь у нас внутри... То есть, мало того, что и так не промокаемая упаковка, так еще одна не промокаемая упаковка. И как бы мне сейчас не вскрыть того, что не надо вскрывать. Хотя здесь вскрывается довольно-таки удобно. Это, я так понимаю, меню, которое нам предстоит покушать. Топ-перформанс. Значит, самая лучшая фигня. Да, vegetarian taco pasta. Означает, что вегетарианские спагетти, по-русски говоря. Так. Хрен знает, что это такое. Я знаю английский очень хорошо, но даже мне не получается, что... А, пюре. Пюре. Ягодное пюре. Какие-то приколюшки. Мы все подробно сейчас это с вами рассмотрим. Не буду сейчас говорить, что к чему, чтобы вам было интересно. Вот смотрите, какая классная упаковка. Но больше я вам этого не покажу, пока мне придет время распаковать. Здесь много странных и непонятных нам штук. Упаковано все очень сильно. Но мне все-таки кажется, что это как бы один прием пищи. У нас же было на весь день расписано. Вот как вы думаете, что может быть запаковано в такой вот странной-странной упаковке? Я тоже без понятия. А сейчас мы это все распакуем, посмотрим. А здесь тем временем еще много пакетов. Прям очень много. Вот смотрите. Что-то шип. О, это крекеры. Большие такие крекеры, ребята. Офигеть. Это масло. Ну, короче, сейчас все давайте распаковывать. Наконец-то я таки пришел уже к концу вот этого белого пакетика прозрачного. Здесь ложка. Начинаем с самого главного. И hot chili sauce. Это нам все, как мне кажется, пригодится в первую очередь. И пойдем к основному меню, да, к основному блюду, потому что с этим нам нужно будет разбираться, что да как. Ребята, у меня сейчас мозг взорвался. Я везде искал, где здесь грелка. Как-то разогреть-то вот это самое. Что, неужели холодным? Оно реально очень холодное. Ребята, я был в шоке. Вот эта штука, вот эта полиэтиленовая фигня, на ней написаны инструкции, это разогревайка. То есть это работает для того, чтобы разогревать пищу. Короче, вот здесь вот есть прослойка. Подайте мне, пожалуйста, воду. Спасибо. Вот эту самую воду нужно залить сюда. Здесь у нас прослойка из карбида. И карбид должен нагреться. Надеюсь, я все правильно сделаю. Потому что, ну, тут какая-то дичь. Дичь. Реально очень тяжело и непонятно как бы. Вот где что, просто грелку положить. Просто американцы, наверное, не дошли еще до этих технологий. И не понимают, как это все на самом деле должно быть устроено у солдат. Потому что сам я кое-какое время в армии был. И я понял одну простую вещь. Чем солдату проще, тем лучше. Вот серьезно. А работает это таким вот образом. Я погружаю сюда наш тако. Тако, тако, спагетти, веджетабл. И сюда я должен залить воду, ребят. Это прямо DIY какой-то. Вот здесь уровень воды не переливать. Постараюсь не перелить. Так, главное не перелить. Потому что какой смысл будет от... Ну, короче, карбид не среагирует так, как должен. Ну, вроде не перелил. Можно еще чуть-чуть налить. Чуть-чуть, буквально капелюсечку. Так. Ну, прям, короче, в самый раз. И теперь, я так понимаю, вот здесь есть еще одна штука. Типа написано загнуть. Как бы все продумано. Я загибаю и промакиваю все это водой. Чтобы карбид начал нагреваться. Ну, короче, вообще какая-то дичь. Вот здесь вот, видите, такие пакетики. Там внутри карбид. Пока никакого нагрева не чувствую. Ладно, давайте мы перейдем к чему-нибудь попроще. К крекерам. Они вот так вот вакуумно запакованы. Я говорил, что здесь есть масло. А если быть точным, то арахисовое масло, конечно же. Ребята из Соединенных Штатов просто с ума сходят по арахисовому маслу. У нас есть отдельный видеоролик со сладостями из Америки. Там просто все напичкано арахисовым маслом. Я бы хотел вскрыть вот этот большой крекер. О, прям вакуум так шепнул мне. Он реально большой. А нет, они тут... Нет, большой. Я думал, они тут просто разделены на 4 кусочка. Но это реально такой большой крекер. Крекер, который ломается. О, слушайте, зашипело. Слушайте. Ой, как горячо! Как горячо, друзья! Офигеть! Просто очень горячо, я бы сказал. Я только, знаете, вот почему-то корбит только с одной стороны, ребят. А нагреется ли вот эта поверхность? А это, слушайте, это не рванет, нет? Оно очень горячее. Вот. Офигеть! Прям, прям реально как кипяток, ребят. Очень, очень горячо. Вау! Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой! Ребята, не знаю, видно ли на камеру, но оттуда, мать его, идет дым. Оттуда бежит... Вот он, смотрите. Офигеть! Вы представляете, как усиленно нагревается сейчас этот самый корбит. И, блин, реально, одна сторона очень горячая, другая критически холодная. Я бы все-таки попробовал и нашу спагетти попробовал перевернуть. Нет, наверное, это невозможно сейчас. Просто постараюсь как-то... Ай! Ну, он очень горячий. Я... Блин, блин, тут сумасшедшие технологии какие-то. Вернемся к нашим крекерам. Пусть это греется там само по себе как-то. Крекеры, масло, тут все понятно. И, и, так. Кстати говоря, здесь везде написано, с какой стороны и как удобнее вскрывать. Ммм, ммм, классно! Реально это вкуснее, чем те сладости, которые мы пробовали из Америки. Оно реально прикольно. Но это для солдат, оно и понятно. Обидно. Обидно, ребята. Очень вкусно. Серьезно. Я патриот всей душой и телом. Но крекеры мягче, масло вкуснее. Но зато мясо не кладут, наверное. Посмотрим. Если мы вспомним про российский, опять же, набор. Там тебе и кофе, и чай, и куча киселей. Здесь этого, опять же, нет. Я думаю, как так? Что, напитка вообще никакого не положили? Однако нет. Вот здесь много чего запаковано. Но к этому мы перейдем попозже. Я бы хотел сначала показать кое-что поинтереснее. Здесь написано французский ванильный капучино. Ну вот кроме шуток. А, да вот здесь покрупнее написано. Французский ванильный капучино. Какого черта? Серьезно. Здесь есть линия. Я так понимаю, до нее нам нужно долить. И правда мне не совсем понятно, друзья. Как же это сработает? А, возможно, с помощью этой же штуки мы сделаем его теплым. Здесь есть такая удобная, как бы, форм-фактор бутылочки. Здесь я набрал питьевой воды. Только вот теперь непонятно. Как я должен понять, когда я залил до нужного высоты или нет? Она же не прозрачная. Очень много сложностей. Конечно, это круто. Конечно, это все прям здорово. Перелил. Я вот перелил, ребята. Потом здесь вот есть такая застежка. И это, понимаю, это вот так вот мы должны перемешать. Однако пить, опять же, холодный капучино, это отстой. У нас вот там, как бы, можно все подогреть. А может быть, у кого-то, может быть, у них в части вообще кипяток прилагается. Ну, хотя, да, разогреть воду там в части и даже в походных условиях не составляет никакого труда. Но я попробую с помощью того же самого карбида. Он очень горячий, ребята. Так, я достаю наш спагетти. Вот, смотрите, он дымится. Не знаю, видно вам это или нет. Он прям дымится. И вроде бы он горячий. Сейчас мы положим сюда наш кофе и прям протестируем. Согласитесь, это реально DIY. Чувствую себя вот каким-то человеком из будущего, ребят. Серьезно, как-то настолько круто это все работает. Настолько эффектно, я бы сказал. Конечно, у нас все проще и правильнее. Да, согласитесь. Мы молодцы. Пусть там греется кофе. Мы перейдем. А вот как вот есть? У нас вот тарелки есть, да? Вот у нас вот тарелки в нашем ИРП. А вот здесь вот непонятно. Опять же, vegetarian taco pasta. Что я понял еще? У нас есть меню номер 11. Вот, посмотрите внимательно. У всех эти... Короче, каждый солдат может почитать, какое меню что есть. И выбрать, грубо говоря. То есть, еще есть как минимум 10 таких же меню. Но нам попалось вегетарианское. Мы же не специально покупали это все. Как попалось, так попалось. Я вскрываю эту самую пасту. Ну, то есть, спагетти, простым языком. Так вот это выглядит. Ну, похоже на какой-то уродский доширак. Реально. Пахнет... Пахнет остро. Пахнет остро. Я ненавижу остроту. Многие мои подписчики уже знают. Лошка дурацкая. Так, поехали. Будем пробовать. Неудобно. На самом деле, вот здесь вот просак. Реально, хотелось бы и с тарелки поесть по-человечески. А тут с пакетика какого-то. Скотина, как вкусно-то. Реально, ребят. Хоть и из пакетика, но, блин, для той еды, как из пакетика, я кушаю почти в ресторане сейчас. Ну, серьезно. С такую пасту, в таком соусе я пробовал только в ресторанах. Вот, реально. Много овощей. Много бобов. Хоть и нам попалось вегетарианское меню, им сполна можно наесться. И, блин, оно вкусное. Но здесь в чем-то, да? Опять же, опять же, здесь только обед. Это только обед и все. А в солдатском, в российском меню целый день можно питаться. Не будем останавливаться. У нас еще много на что нужно посмотреть. Итак, представим, что основное меню блюда мы съели в этом меню. Теперь время, так сказать, не знаю, полдника или что-то. Короче, это у нас пюре из raspberry. Я плохо помню, как переводится название ягод, поэтому могу ошибаться. Ну, скорее всего, это черника. В таком вот, такого телогрейки это выглядит. Еще, приятно, вот знаете, это вот все реально из Соединенных Штатов приехала к нам, попала к нам в руки. Это удивительная возможность это протестировать сейчас, на самом деле, поделиться с вами комментарием. Надеюсь, вы это оцените и поставите лайк. Вкусно, но, мне кажется, для большинства людей это покажется очень сладким. Давайте я ради вас, подписчики, испачкаю свою руку. Покажу, что это такое. Это непосредственно, ну, по-другому как пюре не назвать. Кто назовет это фрута няней или что-то в этом духе. Да, ягодная, дуральная, но сахара здесь многовато. Ну, у ребят из Соединенных Штатов постоянно любовь на все сверхсладкая. Забыл пару слов сказать еще вот про эту штуковину. Она в комплекте лежит отдельно, значит, стоит ранее говорить. Хот лайм чили соус. То есть, горячий соус чили. Ой, ну он прям по цвету даже горячий. Ой, я пробил на себе его. Ну, ну да. Ну, этот, лимон как бы гасит все это дело, но горячий. Ах, не люблю я это все, ребята. Не люблю острые, не люблю горячие. Но ради вас пор приходится. Я добавил совсем чуть-чуть, и я чувствую, как бы, лимон. Это добавляет, так сказать, нотку прикольную. Ну, двигаемся теперь к сладенькому. Итак, Apple Cinnamon Flavor. Скорее всего, это что-то вроде пирожка или вафельки со вкусом корицы, как здесь написано. Но десерт, это уже десерт у нас, друзья. Друзья, нужно запивать чем-то горячим, согласитесь? И наш капучино французский уже нагрелся. Кормит все еще горячий. И, ну, капучино теплый, скажу так честно. Проверим, как он у нас получился. Что у нас тут вышло. Вот, смотрите, друзья. Ну, по цвету, как бы, я бы даже сказал, что это не капучино, а больше латте, наверное. И мне кажется, таки, из такой бутылки не очень удобно пить. Но я попробую. Вот, чертовски сладко. Прям сверх сладко. Вот представьте себе максимально сладкий кофе и добавьте туда еще ложку сахара. Ну, тут реально перебор даже для меня. Ну, типа, такой кофе пить не очень приятно. Особенно запивать им сладкий пирожок. Но давайте перейдем непосредственно к этому пирожку. Открывается, повторюсь, что все удобно, все продумано, все здорово. Как бы, да. Тут проблем нет. Везде есть подсказки. Если ими пользоваться... Что я на краю? Так было классно запаковано. Так было круто. И вот это какой... В смысле пирожок? Что это вообще такое? Какой-то кусок. Просто кусок. Батончик протеиновый больше не понимаю. Так же выглядит. Ну, неплохо. Ну, да. Что-то энергетическое, что-то протеиновое. И немного сладкое. Для поддержания общего тонуса и, наверное, для восстановления какой-либо энергии. Вот как солдаты в Америке этим питаются. Серьезно? Вот так? Very good, very good, my friend. So good, my friend. So good. Итак, друзья, у нас остается всего лишь два нераспакованных пакетика. Начну с менее интересного, потому что наверняка всем очень любопытно, что это за чертовщина там запакована. Но здесь тоже, наверное, есть на что посмотреть. Тут у нас внутри две жевательные резинки. У нас там ментос лежит, а тут какая-то фигня. А, кисель. То есть здесь тоже есть кисель. Beverage base переводится как кисель. То есть в американском ИРП тоже кисель есть. Опять же нарисованных дервать. У меня тут осталось немножко воды. Я здесь и разведу. Наверное, опять получится сверхсладкое. Но разводится намного быстрее, чем наш кисель. То есть на дне вообще ничего не остается, ребята. Прямо моментально. Однако чувствуется, что это ненатуральная параша. По крайней мере, мне так кажется. Чувствуется какая-то либо витаминная добавка, либо химозная дрянь. Так, что вот здесь вот у нас? Ням-ням-ням-ням-ням. Здесь не подписано. Ну, здесь салфетки, потому что. Это, наверное, пиндосам не нужно подписывать, что это салфетки. Они это и сами поймут. Соль. Соль вообще не про что тут говорить. И еще какая-то белая фигня. Это, наверное, влажная салфетка перед едой, чтобы обработать все это. И вот так вот. Вот так остается самое интересное. Ну что, здесь написано Smoked Almond. Я знаю, как это переводится, но вас хочу держать в интриге. Вот так. Вскрываем мы вакуумную упаковку. Прямо сильно вакуумная. И... Та-дам! Это соленый... Как это называется? Не арахис ведь. Как он называется? Миндаль. Соленый миндаль, а Smoked Almond как раз таки и переводится как миндаль на дыму. Ммм. Ну, это неплохо. Такая классическая закуска довольно-таки. Многие из вас, наверное, ее пробовали. Солененькие миндалины. Я съел всего три штучки. Ну, как бы, на самом деле, чего их вообще мало, ребят. Прям с ноготок их положили. Ну, типа, согласитесь, для солдата хотелось бы побольше, а тут их прям, ну, совсем чуть-чуть. Ну, по сути дела, главным образом это и все, что содержалось вот в этом ИРП американских войск. Скорее всего, это обычные сухопутные войска, потому что в прочих условиях нет смысла это применять вообще, наверное. Ну, или, наверное, для других войск какие-то другие должны быть ИРП. Я поставлю этому приему пищи 3 с плюсом. Ну, вот так вот, потому что вроде бы и вкусно, вроде бы и хорошо, но чего-то не хватает. Все как-то слишком обычно, обыденно и все сверхсахарно. Конечно, солдату нужно много энергии, поэтому в еде много глюкозы благодаря сахару. Не попробовали мы жвачки еще только, все остальное уже попробовали. Фу, отвратительно. Реально отвратительно. Жвачка с вкусом корисы. Это ужасно. Реально она очень невкусная. Ну, ладно. Плюс убираем. Тройка. Всему этому ставится, я думаю, потому что, ну, как бы, что-то реально не хватает. Особенно меня не порадовало то, что, конечно, нам просто так не повезло, что у нас это вегетарианский набор. Ну, да, поэтому здесь нет мяса. Как думаете, ребята? Возможно, нам просто не повезло, и поэтому я поставил такую предвзятую низкую отметку. Может быть, стоит заказать другое меню Соединенных Штатов Америки? То есть, это нам выпало абсолютно случайно из чемодана. Мы бы могли, если вам эта тема интересна, заказывать такие менюшки и прям выбирать самые лучшие из лучших. Поставьте лайк, если вы думаете, что эта идея классная, и напишите ее свое мнение в комментариях. Мы обязательно прислушаемся к вашему мнению, а лучшие комментарии получат от меня сердечко в комментариях. Ну, больше всего мне, наверное, понравился вот этот батончик в этом обеде. Больше ничего отметить я не могу. Но вам спасибо огромное за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видеороликом. Ведь чем больше лайков, тем больше вероятность, что он в тренды попадет. Тем будет больше просмотров, больше подписчиков и больше счастья для меня, друзья. Вот. А чем больше счастья для меня, тем больше роликов, тем они длиннее. Ну, в общем, все для вас, ребята. Хочу напомнить про наших друзей и коллег, которые предоставляют классное, крутое оборудование для страйкбола. Они прям большие молодцы и наши хорошие друзья. Поэтому обязательно переходите по ссылкам. Еще раз скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте на колокольчик. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok